Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня буду говорить о картофеле, а именно о сортировке и предпосевной обработке нашего семенного материала. Все мы садим картофель, все мы любим, никто кроме нас, россиян, так много не ест картофеля, не употребляет. Мы очень много блюд готовим из него и для того, чтобы получить хороший урожай, нужно обработать семенной материал. Если кто-то считает, что это мелочи, что это не обязательно делать, он сильно ошибается, потому что сейчас экология изменилась, почва тоже у нас изменилась и нужно от болезней обезвредить наш картофель. Достаем из подвала мы за месяц, за полтора даже, для того, чтобы клубни согрелись, они чтобы проснулись, вот глазки. Я вот эту немного упустила, она сильно переросла. Доставать нужно, когда она вот в таком состоянии, когда только-только начинается рост глазков. Именно тогда нужно обработать сразу же от болезней. Составов может быть много, но многие пользуются много лет простым. Тот же самый медный купорос и марганцовка. Разводим на ведро по 2 грамма того и другого. Это достаточно пол чайной ложки купороса и немного марганцовки. Вот такой розовый раствор. Помещаем туда клубни на 30-40 минут. Все, они там полежали, потом вы их выложите и оставьте их в светлом, темном месте. Можно опрыскивать стимуляторами роста эпином, эффектоном, энергеном, любой. Это будет, как сказать, стимулировать быстрейший рост вот этих глазков, ростков. Вот они и так растут, они позеленеют у вас, у них даже маленькие листики. И когда наступит срок посадки, вы посадите в теплую землю, он моментально прорастет. И у вас будет урожай намного больше, потому что дольше он будет сидеть, как сказать. Вот эти маленькие осени, когда мы вырываем, есть еще маленькие клубеньки на картошках. Эти маленькие клубеньки все успеют вырасти, и у вас увеличится урожай. Перед, непосредственно перед посадкой нужно будет, ну кто-то обрабатывает, кто-то нет, обработать еще от вредителей. Ну, средства разные. Кто-то престижем пользуется, кто-то обыкновенными там простыми для уничтожения вредителей. Об этом будем говорить позже, потому что сейчас еще рано, мы садим в средине мая. Вот за месяц я вынула ее, сейчас я ее в этом растворе подержу полчаса, и потом положу на яровизацию. Яровизация это прогрев, и вот, чтобы проснулись вот эти росточки образовались, даже корешки пойдут. В результате вот такой обработки от болезней и прогревания получается урожай намного раньше. Вот это очень хорошо для получения раннего урожая. У меня вот эта сорт инноватор, я сажу очень рано и копаем очень рано. Поэтому ее надо прогревать, проращивать, обрабатывать. Все, всем хороших урожаев! Сегодня выложила на своей странице статью на эту тему, чем нужно обязательно обработать перед посевом семенной материал картофеля. Читайте, кто еще не в друзьях, заходите в поисковике, забивайте. Чернова Ольга, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, до свидания, всем хороших урожаев! Обрабатывайте свою картошку, не считайте, что это бесполезная процедура. Вот эта вот обработка и прогревание увеличивает урожай, иногда даже очень существенно. Продолжение следует...